Девушки отдыхают Еще раз, научись сама решать свои проблемы Иди нахуй Не советую с ней связываться Я рад тебя видеть, Ви Тут... Довольно-таки безлюдно Как раз сможем поговорить без свидетелей Что случилось? Выглядите довольно хреново Так выглядит тот, кого лишили имплантов Денег и уважения Но не все так плохо Меня почти незаметно в городе Ну и где этот ваш друг? О, да Скоро должен прийти Вы мне расскажете, наконец, кто это? Это телохранитель Ханако Сама Ханако Арасаки? Дочери Сабура? Которая приплыла сюда на авианосце? Да Если он тебе поверит Мы встретимся с ней Ему точно можно доверять? Да Ммм, ясно Очень убедительно Мне терять нечего Так лучше? Хуже Мне-то есть что терять На машине Это хороший знак Обычно он приходит незаметно Так, Эмуро-сан О, да Это она? Твоя воровка Моя свидетельница Ви Я могу и сама за себя говорить Ну, говори Мне сказали, ты что-то знаешь Вам не понравится то, что я скажу Я хочу знать, что со мной ничего не случится Не случится, говори Ты можешь доверять тете Ну, хорошо Это произошло вечером В компеке Плаза Сначала все выглядело, как обычная семейная ссора А потом Юринобу внезапно бросился на Сабуру и начал его дышать Молчи Ни слова больше Иначе ты навлечешь на себя смерть Это правда Ханако Сама должна ее выслушать Все, чего я хочу Это защитить ее от этого забытого богами города Она в опасности? Нет Но на параде в честь Арасаки Сама Может случиться что угодно Я привел тебе свидетельницу его убийства А твои мысли заняты глупым парадом? Дурак! Все верно В отличие от тебя Я еще не предал доверие тех, на кого работаю От правды все равно не убежишь Я жалею только о том, что согласился на эту встречу За тобой идет охота Ты должен меня благодарить, что твоя голова еще не лежит перед Юринобу Сама Простите У вас это еще надолго? Что бы ты сейчас сделал на моем месте? Я бы тебя не пожалел Принес бы твою голову Юринобу Значит, тебе повезло, что я это не ты Ода! Ты не... Что? Мы говорим о человеке, который убил отца, чтобы встать во главе Арасаки Вы сделаете что-нибудь или нет? Увы, нет Но я позволю вам уйти и покинуть город живыми Увижу кого-то из вас снова убью Без разговоров Будь осторожен, мой друг Мы все здесь далеко от дома Вот-вот, пускай уебывает Одного опездала из Арасаки нам за глаза хватит Ну, мы хотя бы попробовали Попробовали И даже узнали кое-что важное Что? Вы серьезно? Ода дал понять, что они вернутся в Токио после парада Ты понимаешь? Парад Возможно, это наш шанс Мы сможем как-то подобраться к Ханаку сама Сначала нужно провести разведку Нам понадобится точная карта Джапандауна Подождите Твоя очередь Звать друзей Кто из фиксеров мог бы нам помочь? Эй, не так быстро Вас послушать так все просто, как ларек ограбить Вы же говорили, что у Ханака лучшая охрана в Найт-Сити Да Поэтому я и хочу, чтобы ты связала нас с местным фиксером Ну, мне на ум пока приходит только Вакака Акада Она держит салон починка на Чпок-стрит Нужно нанести визит этой женщине Ты пойдешь со мной? Да, пойдемте Чпок-стрит? Что это за название? Обычное для Найт-Сити Ты слишком часто Надо мной смеешься Не знаете, что происходит в Росаке? Могу делать выводы только из теленовостей Юриноба и его марионетки улыбаются на камеры И делают вид, что все под контролем Но чем шире улыбка, тем она фальшивей У вас все в порядке? Да Чего это ты вдруг? Да просто спрашиваю А вы во всем привыкли искать тайные мотивы? Нет Извини Это могло прозвучать невежливо Я Я просто не привык к подобным вопросам Видишь ли У людей вроде меня либо все хорошо Либо они лежат в гробу Так Не Я Я Я Я Я Я Папа Спреп 친구 Я Джиллиан Джордан, и это местные гости... Чего ловишься? Да тут так смешно было вообще! Какие-то малолетки пытались войти по большим документам! Я им сказал, чтоб ловили! Они умерли опять! Эй, ты, мудасвон! Сраный ты кусок говна! В жопу тебя ебать! А ну, стой! Что? М-м-м, я скучал по этому звуку! Бестия, дорогая, это явно какое-то недоразумение! Не знаю, кто напал на твоих людей, но это точно были не когти! Мои знают свое место! Теперь прошу прощения! У меня гости! Так-так-так, неужели это Ви собственной персоной? В моем скромном салоне? Вакака! Давно не виделись! Зачем ты здесь? Кто твой очаровательный друг? Мы просто вместе работаем! Вот и все! Такимура Горо! Окада-сан! О-Ай-Теке-Тико-И-дес! Истинный джентльмен! Жаль только, что его разыскивают все гончие псы Арасаки! А ты, Ви, приводишь его прямо ко мне! Назови хоть одну причину, по которой я не должна позвонить нужным людям! Причина в деньгах! Ты слишком любишь деньги, Вакака! Что может быть проще? Если ты нам поможешь, мы заплатим! Ну, хорошо! Говори, но помни, телефон у меня под рукой! Давай начнем с денег, которые ты мне должна за Сандру Дорсет! Ты раньше не торопилась их получить! Можешь подождать еще немного! Ви, это не так важно! Скажи Акаде-сан, зачем мы пришли? Нам нужна информация о параде, который будет проходить в Джапантауне! А, дело в Арасаке! Опять! Объясни мне, пожалуйста, одну вещь! При чем тут я? Неужто мистер Дэшон не отвечает на звонки? Да ладно! Ты же держишь руку на пульсе! Все тут знаешь! Парад в честь Сабура Арасаки! Событие, к которому ты явно готовишься, к гадалке не ходи! В трауре ходить не буду! Иммананте! Но, в целом, ты права! Сведения на этих щепках! Сколько это будет стоить? Я немного поиздержался! Я вижу! Берите бесплатно! Это подарок! О, Кадо-сан! Дороже всего стоит то, что ничего не стоит! Так вы берете или нет? Подарок? Почему? По своим причинам! Не испытывай мое терпение! Джапантаун! На время парада все движение будет перекрыто! Гвоздь программы платформы Даши. Они пролетят здесь, высоко над улицами. Вдоль всей трассы много балконов, мостов и точек, откуда их будет хорошо видно. Почетная гостья Ханака Арасака произнесет речь самой большой платформы. И это произойдет здесь. Об охране ничего не знаю, но из-за недавних событий она будет очень серьезной. На последнем параде Арасака разместила агентов в толпе. Помимо этого были несколько снайперов и дроны. Ну и дополнял эту веселую кампанию по крайней мере один нетранер. Они будут использовать городские камеры наблюдения. Точка доступа вот здесь, в старом центре управления. Полезная штука. Советую обратить внимание. После парада платформы покинут Джапантаун. А мы, как всегда, останемся по горлу в мусоре, который никто не будет убирать. Конец. Это все, что я знаю. Этого должно хватить. Ну тогда, идите своей дорогой. И что, ты даже не спросишь, зачем нам все это нужно? Такое любопытство дорого обходится. Тем более, я же все равно скоро все узнаю. Спасибо, Вакака. Благодарю вас, Ока-да-сан. Не могу не спросить. Сколько у тебя было мужей? Пять. И все безвременно погибли. Такая трагедия. Не боишься, что трагедия повторится и с тобой? Выживаю, как умею. Мне девятерых сыновей поднимать. Вряд ли кто знает Уэстбрук лучше тебя. Мои мужья знали Уэстбрук. Они все были большими шишками в тигриных когтях. Короли Джапантауна. Чем занимались? Тем, что приносило больше выхлопа. Продавали секс и серые технологии. Нам с тобой еще нужно рассчитаться. Помнишь Сандру Дорсет? Я не забываю о таких вещах. Вот твоя награда и очень приятный бонус. Загляни к Рипперу, у него для тебя подкожный имплант. Сможешь пользоваться умным оружием. Тигриные когти такое любят. Прекрасная, умная женщина. Скорее всего, этих данных будет достаточно. Но я попытаюсь разузнать еще что-нибудь сам. Я похожу вокруг и позвоню нужным людям. Как только станет что-то известно, я с тобой свяжусь. Только будьте осторожны. Не раздавайте автографы каждому встречному. Моя слава твоей не затмит, как бы я ни старался. Удачи, Ви. Мне нужно больше времени. Я не могу видел. Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. ЗВОНОК СТЕКИ Вызываем наряд? Или по-быстрому пристрелим этих и затащим внутрь? Я же говорил, по смерти смотрят на репутацию, на статус. Твой значок для них ничего не знает. Привет. Залетай. Нет, все мои проблемы, эти заговоры, все из-за тебя. Ты же знаешь, я все потеряла из-за тебя. Не надо орать, повторяю еще раз. Научись сама решать свои проблемы. И что вместе? Иди нахуй! Не советую с ней связываться. Вести. Есть разговор. Все в порядке. Хм. Ты не из наших. Как тебя зовут? Я Ви. И что тебе от меня надо, Ви? Да, это она. Столько лет прошло. Ты только посмотри, сидит себе на диване в посмертии. Сейчас аккуратно. Она тебя насквозь видит. Говори, как есть. Это девица. Чего она выбесилась? Ее спроси. Наверное, рыдает где-нибудь тут, в углу. Мне нужна помощь. Хочу кое-кого найти. Кого? Одного крутого инженера, Андерса Хельмана. Он работал на Аросаку. Секунду. Андерс Хельман. Пробьешь мне его? Спасибо. Рано благодаришь. Во-первых, моя помощь не бесплатная. А во-вторых, все эти люди. Декстер Дешон, Джеки Уэллс, Ти Бак. Я о тебе много слышала, Ви. Ты буквально идешь по трупам. Скажи, может, тебе просто не повезло? Узнаю, сучку. Спроси ее про Аросака Тауэр. Как меня подстрелили у нее на глазах. Будем зачитывать Некрологи? Серьезно? Окей. Как скажешь. Джонни Сильверхенд. Погиб в Аросака Тауэр. Прямо у тебя на глазах. Мне продолжать? Или поговорим серьезно? У тебя железные яйца. Не каждую женщину они красят, но тебе даже идет. Но меня чувствами не проймешь. Чувствами я давно завязала. Дело есть дело. Нужна моя помощь. Выкладывай Эйфи. Должно хватить. Угу. Приходи, завтра поговорим. Работа нужна? Я к Бестии. Она меня ждет. Привет. Это снова я. Что там с Хельменом? Льва, пожалуйста. Освободи место. Садись. Надеюсь, ты его нашла. Такую целеустремленность редко встретишь. Он настолько тебе нужен? Это вопрос жизни и смерти. Этого я тоже давно не слышала. Гутылку оставь. Не стесняйся. Можешь угощаться. Твое здоровье. Твое здоровье. Оно тебе понадобится. Спасибо. Спасибо, Низ. Королева по смерти. Кто бы мог подумать? На, держи щепку. У нее много всего интересного. И она поможет? Знаешь, Бестия была та еще бесчувственная тварь. Но она всегда доверяла чутью. По-моему, ты прошла ее проверку. Посмотрим, что ты нарыла. Этот твой Хельман не проходит ни по одной ведомости. Зато он засветился в секретных файлах Цзян-Ти. Это дочка Кантао. Китайской корпус. Это кефиговый листок. Кантао проводит через нее разные деликатные операции. Понимаешь? Наверное, он работал над чем-то секретным. Теперь его защищают от Тарасаки. Ага. От Тарасаки или другой корпорации, которой нужно то, что он знает. Это расшифрованный маршрут ближайших конвоев к Кантао. Думаешь, в одном из них будет Хельман? Как я пойму, в каком? Вот подробности по этому конвою. Одно Ави поддержки земли нет. Накладных на товар тоже нет. Странно. Кантао иногда перевозит грузы без всякой регистрации, если хочет продать что-то из-под полы. Но глянь загруженность, которую вбили в систему. Слишком малый вес. Груза на борту нет. Зато смотри, какой шикарный список пассажиров. Охрана Кантао плюс какой-то... Угадай, откуда перевозка. Цин-цин. Хельман. И это хорошая новость. Сейчас начнется. Это все засекреченная информация. Тебе всегда ее по первому мучиху скидывают? Я знаю, где искать. И кому выкручивать руки. Я вообще не люблю тратить время. Особенно на глупые вопросы. А что за плохие новости? А плохие новости их место высадки. Видишь? Все это воздушное пространство Найт-Сити. Угу. То есть нам тут же отвесит люлей доблестная полиция. А здесь уже слишком близко Кантао. Стоит нам косо посмотреть на Ави, они сразу отправят своих амбалов. Зато вот тут равнина Джексона. Узкий коридор между Найт-Сити и территорией Кантао. Сегодня тебе везет. Мертвая зона. Там я его и возьму. Тебе нужен кто-то из местных, чтобы организовать весь движ и подогнать техник. Быстрее сдохнуть, чем засечь такое Ави. И я о нем слышала кое-что. Предыдущие модели летали во время войны. Эти мамонты очень быстрые. И с защитой у них все в порядке. Лезть к ним бессмысленно, даже с хорошим оружием. Ничего не выйдет. Речь не про оружие, а про способы. Есть люди, которые их знают. Или, по крайней мере, умеют импровизировать. Кто-то из местных? Ты знаешь там наемников? Только одну. Панам Паумер. У нее терки со своим кланом. Но она настоящий кочевник. И знает те места. Вот она тебе и поможет. У нее не будет выбора. У нее не будет выбора? Звучит не слишком обнадеживающе. Для нас обеих. Ну, а за такую цену ничем больше тебя обнадежить не могу. Это мой единственный шанс добраться до Хельмана. Понимаю. Хозяин барин. Видут что-то не так. Странно. Мне казалось, кочевникам нахер не упали ни города, ни их жители. Все зависит от клана, от их связей. И от того, как дерьмова им живется. В целом, ты права. Альдекальда редко имеет дело с городскими. У Панам другое мнение? Вот-вот. И не только об этом. Почему Панам должна мне помочь? Тут какой-то подвох. Большой подвох. Панам иногда перевозит для меня товары. А в последний раз все пошло не по плану. Она прокололась? Мягко говоря. Провалила всю операцию. Потеряла товар и машину. Она сделает все, чтобы вернуть груз. Для нее это вопрос чести. Ладно, я могу ей помочь. Но мы же не знаем, где искать. Знаем. Я знаю. Ты знала, но не сказала по нам. Со мной тоже будешь играть в кошки-мышки? Моя работа – замечать расклады и использовать возможности. Допустим, я ей обо всем расскажу. Что она сделает? Конечно, схватится за ствол и начнет играть в святую месть. Финал немного предсказуем. Я огорчаюсь, когда хорошие исполнители дохнут по глупости. То есть я для нее единственный шанс, а она для меня. Две пешки на доске бестии. Ты быстро учишься для пешки. Эх, Винь. Окей. Расскажи, что ты знаешь. Под Найт-Сити есть заброшенный город Рокки-Ридж. По нам знает где. Езжай туда и верни товар. Тачку тоже. Сначала, конечно, свежись с ней. Я пришлю тебе контакты. Да уж, наконец-то. Пойдем уже отсюда. Все ясно. Спасибо. Удачи. Алло. Привет, Панам. Это Ви. Ви? Что за Ви? Откуда у тебя мой номер? От бестии. Ммм. Круто. Заебись. Во что еще эта старая сука меня втянула? Не знаю, что у вас там с бестией. И знать не хочу. У меня для тебя дело. Очень рада. Но у меня пока тоже дел хватает. А груз и машина? Не хочешь их вернуть? Могу с этим помочь. Товарный склад на Бонита-стрит, который на выезде из города. Встретимся там. До встречи. Эй, привет, Панам. Ты Ви? Где моя тачка? Зачем она тебе? Что не так с этой? То, что она чужая. Я спросила, где моя тачка. Фу. Узнаешь, если согласишься мне помочь. Ха, ну охренеть! Ты условия, что ли, мне будешь ставить? Говори, где машина. Охуеть вообще, с тобой всегда так сложно. Только когда меня пытаются накормить говном с лопатой. Говори, где машина. И что дальше? Ну скажу я тебе, а ты типа пойдешь и совсем разберешься. Тебя это волновать не должно, ясно? Послушай меня, послушай! Тебе нужна моя помощь. И я готова помочь, ты понимаешь? Но сначала решим мою проблему. Ладно. Валяй. Что у тебя? Надо поговорить с одним чуваком. Корпораты везут его под охраной. Нет, похищение это не мое. Тем более на разборки с корпоратами нужно куда больше людей и техники. Там только одно Ави. И оно будет пролетать над равниной Джексона. Твою ж мать! Поможешь мне. Скажу, где тачка и помогу вернуть товар. Ну, что скажешь? Ну не знаю, я... Черт! Ладно, идет. Только у нас ничего не получится, если мы не вернем мой Тортон. Где он? Разве товар не важнее? Да хер бы с ним! С такой тачкой я могла браться за любые перевозки. А без нее мне только пиццу доставлять. И то. Машина в Роккеридже. Как я понимаю, ты знаешь, где это. Там и твоя тачка, и товар. Нэш, я тебя выебу и высушу, сраный ты мудила. Нэш, твой чумба? Это он тебя подставил? Ты его так не называй. Хорошо. Напарник? Бывший напарник. Херовая история. Этот сучок меня кинул. Зажал мою машину и товар. Теперь собирается загнать все сам в Роккеридже. Но его ждет горькое, блядь, разочарование. Ну, поехали в Роккеридж. Погодь. Мне сначала надо подумать. Черт. Да. Нам нужна подмога. Завернем по дороге кое-куда. Расскажешь, куда? Секунду, позвоню заказчику. Пусть пока помаринуют этого мудилу. Она хочет с ними договориться за спиной убийствей? Смелая девочка. Или тупая, как пробка. Привет, босс. Нэш хочет передать вам груз в Роккеридже. Правда, я об этом узнала задним числом. Босс, я с ним разберусь. Только дай мне шанс. Босс, ну ты че? Сколько я для вас ездила? Хоть раз я облажалась? Я тебе клянусь. После заката? Окей. Нет, встречу не отменяй. Просто не приезжайте, я разберусь. Ты еще спрашиваешь? Само собой. Спасибо, босс. Ты не пожалеешь. Все. Мне дали время. Ты дала ему слово, и он тебе поверил? Да, прикинь. Есть такая штука, репутация. Заведи себе, рекомендую. Босс, который с Виста Дель Рей не знала, что ты работаешь на шестую улицу. А что, нельзя? Да нет, можно. Они до сих пор сходят с ума по звездно-полосатому флагу и американской мечте. Ну да, сходят. Но мне вообще насрать. Они хорошо платят, остальное похуй. Ну что? Куда теперь? В лагерь Аль-де-Кальда. Надо повидаться кое с кем из моего плана. Ты не то, чтобы этому рада. Не твое дело. У меня остались там друзья. Я знаю про твоих друзей. Бестия сказала, что вы не особо ладите. Ну раз бестия сказала, значит так и есть. А что нет? Хочешь меня выбесить? Ладно, молчу. Это временно. Мы по-прежнему семья. То есть все сложно. Да, можно и так сказать. Думаешь, они нам помогут? Вроке Риджи? Я надеюсь. Ладно, поехали. Садись. А эта тачка откуда? С какой-нибудь парковки на ранчо? Вот именно. Че-то не нравится? Мне все в порядке. Вкус или есть, или его нет. Отъебись. Далеко этот лагерь? Прямо за городом. По девятому шоссе и на восток. Как тебя вообще угораздило? Цвет понравился. Освежители, детское кресло шли в довесок. Ты же знаешь, что я не про тачку. А что я должна сказать? Что я хочу пристрелить напарника, который меня наебал и слился? Что моя фиксерша выставила меня дурой? Ты сама-то на кой черт тебе сдался этот хер из Ави? У него инфа, которая мне нужна. А у меня не так много времени, чтобы ее достать. А чего ж она мне не сказала, что знает про Нэш? Бестия? Вообще без понятия, о чем она думала. Какая же она мерзкая баба. Бестия – королева по смерти. Мы для нее просто пешки. Ты меня назвала пешкой? Она не простая тетка. Она пробилась наверх, потому что разбирается в людях. А если она что-то и не договаривает, так это часть ее профессии. А по мне она просто двуличная сука. Ты в курсе, что она поставила меня работать со стилетом? Нэш – стилет? Ага. Он из духов. Это самая крупная банда стилета в округе. Знаешь же про них? Это кочевники, которых выгнали из кланов? Обычно, да. Кочевники не выгоняют своих ни за что. Выгоняют убийц, насильников, извращенцев. Они собираются в группы, иногда в банды. За голову большинства из них назначена награда. Круто. Эта сука поставила меня с таким дерьмом работать. Может, у нее были причины. Да ладно. Да эта сука рта не раскроет, пока не просчитает, что ей выгоднее сказать, а что скрыть. Ох ты, кого пыльная буря принесла. Это Мираж или у меня Белочка начинается? Да идите нахер. Ну-ну. А это кто? Нянька моя. Ви – это Скорпион и Мич. Мои старые друзья. Привет. Здорово. Каким ветром тебя занесло, городская штучка? В городе стало скучновато. Ты вообще представляешь, как старик психанет, когда тебя тут увидит? Я буквально на минуту. Солу говорить не обязательно. А нам время не ждет. Я знаю. Стилеты меня наебали. Теперь я хочу наебать их. Но без вас не справлюсь. Поехали со мной. Вчетвером мы их раскатаем. Ты знаешь, мы всегда за тебя, сестра. Но сейчас вообще никак. То есть вы мне не поможете? А, старик сказал нам сидеть тут, пока не вернем в строй генераторы. У них батареи скопытились. Генераторы? Вам какие-то генераторы важнее, чем я? Ты опять прикалываешься? Нам очень нужна помощь. Не в этот раз. Мы нужны клану. Блять, ну пиздец. Вы будете сидеть тут, потому что Сол приказал? А на меня вам насрать? По нам. Это не для Сола. Это для клана. Ты же понимаешь. Слушай, из лагеря мы не выйдем. Это без шансов. Но про снаряжение Сол ничего не говорил. Ладно, поняла. Тогда я возьму твой карабин. И своего по мелочи. Бери, что хочешь. Только будь осторожна. Да уж, ладно, спасибо. Сейчас гребу снарягу и больше вас доставать не буду. У тебя осталась только я. Угу. Ты расстроена? Да нет. Скорее разочарована. Привет, Панам. Ты к нам надолго? Не, на пять минут. Поболтаем в следующий раз. Привет, Панам. Ты привела новенькую? Сол уже знает. Ага, не твое дело. Можешь помочь? А что внутри? Пара мелочей, которые могут пригодиться. Бери. Отлично, это все. Поехали. Вы с Солом помирились? Ты возвращаешься? Панам. Заглянешь к нам, дорогая? В другой раз, Элли. Честное слово. Ну, мне пора. Да, да, вали уже давай. Звони, если что. Присматривай за ней, Ви. Кидай в багажник. Можем ехать, залезай. Похоже, ты не признаешь авторитетов. Чего? Сначала Бестия, теперь Сол. Он же ваш главарь? Их главарь. Ты вроде как хотела свинтить поскорее. Сол, короче, вряд ли мне бы обрадовался. Что случилось? Мы переехали в Калифорнию только потому, что он обещал нашему клану перемены. Говорил, что мы начнем с чистого листа. Сама видела, чем все кончилось. Парой палаток на куче песка. Ну, пиздец земля обетованная. Я хотела чего-то другого, получше. Сол просто трус. Он скоро похоронит этот клан. Я уверена. Скорпион и Митч хорошие чуваки. О таких друзьях можно только мечтать. Вообще, на их месте я бы тоже осталась в лагере. На Соло и генераторы можно забить, но клан превыше всего. Только я теперь сама по себе. Они все еще считают тебя своей. Вон как заботятся. А у тебя как? Есть близкие? Не, пока что нет. Но, может, скоро будет. Окей. Эти парни были в армии? Скорпион и Митч? Да. Панцербой. Были контрактниками на последней войне. Панцербой? Они летали на этих огромных транспортерах? Скорпион летал. Митч был в охране. Им обеспечили самые крутые боевые импланты. И кошмары до конца жизни. Мне говорили, что Рокки Ридж – это пыльная дыра посреди ебаного ничего. Жители или переехали в Найт-Сити, или просто куда-то свалили. Вот ты уже почти все знаешь. Местные ждали, что туда протянут автостраду. Ну, тогда там хоть как-то можно было бы жить. Но не срослось. И много таких заброшенных городов? Сотни? В стране-то тысяча. Ехала я как-то по И-80. Остановилась после заката, когда машин уже не было. И тут услышала. Что? Как воет ветер в заколоченных окнах. Как по песку шуршит перекати поля. Так и умирают города. Потихоньку. Не с громом, а со всхлипом. Все, мы приехали. Что делаем? Готовимся к встрече со стилетами. Время не в обрез, будем импровизировать. Сперва все осмотрим. Может, найдется что-то полезное. Ну что, нашла что-нибудь? Тут ничего не работает. Все отключено. Мы это исправим. Стилеты подъедут только после заката, и тут их будет ждать сюрприз. Надо только подключить питание. Проверим вон ту подстанцию. Окей. Я нашла выключатели, но питания тут нет. Неважно, спускайся. Я знаю, как удивить этих мразей. Смотри, перекресток подключен к этой подстанции. Правильно? На крыше распределитель. Если включим свет, тут станет светло, как днем. Понимаешь, к чему я? Что, пойдем по классике? Старая добрая диверсия? Она самая. Во-первых, мы не знаем, много ли их приедет. Скорее всего, целый табор. Во-вторых, надо будет прорваться к моей машине. Если они собьются в кучу, у нас ничего не выйдет. Тогда устроим на перекрестке маленькое световое шоу. Ага. Вдохнем жизнь в этот пыльный городишко. Пусть помучаются. Поищут, кто это приехал такой изобретательный. Только сперва надо запустить терминал внизу. Без него от распределителя никакого толку. Пошли, подключим его к аккумулятору от машины. Живо заработает. Подождешь меня под станцией, хорошо? Я сейчас пригоню машину. С панелью вроде все норм. Если в обход подрубить к источнику питания, должно сработать. Останется только все раскочегарить. Возьми кабель из багажника. Попробуем завести от аккумулятора. Красный подключен. Погоди, надо тут наверху все подрубить. Готово. Теперь минус. Прощай, старушка. Ты нам хорошо послужила. Все, ток есть. Ключи питания внутри, там должен быть терминал. А потом бегом на крышу. Без проблем. Я пойду на башню. Оттуда перекресток, видно как на ладони. Как только я подам сигнал, включишь электричество. Ясно? Так точно. Распределитель подключен. Супер. На перекрестке будет весело. Пойдем на позицию. А теперь ждем. Не забудь включить питание, как только мы их заметим. Как думаешь, откуда приедут стилеты? Думаю, с северо-востока. С недостроенной магистрали. Окей. Прикрывай меня на всякий случай. Конечно. Едут. На моем тортике. Видишь его? Да как его не заметишь? Лучше не светиться. Попробуем сделать все по-тихому. Если что, я начну их отстреливать. Идет? Идет. Идет. Ну и где этот ебучий босс? Эй, ждите их здесь. Готовься. Шоу начинается. Да будет свет. Зацепить чип от тачки. Он уводил их. Девица с ракезом. Норм примета. Подожди в ма... Пересядь. Я поведу. Ладно, ладно. Отдаю руль профи. Наконец-то. Ну, скажи, крутой малыш. Просто мечта. Понятно, почему ты хотела его вернуть. Он меня дополняет. Видишь, справились и без мечей, и без Скорпиона. Не радуйся. Еще не конец. Нет. Товар у тебя, машина у тебя. Но я не получила Нэша. Его не было в Роккеридже. Этот мудак не приехал. Так значит, дело было вместе, с самого начала. Да ни хера подобного. Или ты не хочешь говорить честно, или вообще не знаешь, чего хочешь. И непонятно, что хуже. Твою мать! Послушай меня. Я знаю, где у них нора. Чуть дальше по старой недостроенной автостраде. Они нас не ждут. Я прямо уверена. Мы не договаривались охотиться на Нэша. Я же думала, что он приедет в Роккеридж. А он не приехал. Может, и в этой их норе его тоже нет. Он точно там, Ви. Этот ебучий стилет меня кинул, и я этого так не оставлю. Он должен сдохнуть. Без вариантов. Понимаешь? Ох, ладно. Где там у них логово? Буквально за поворотом. Спасибо. Понимаешь, Нэш? Я ему верила. Он первый, с кем я начала работать после Аль-де-Кальде. После переезда в Найт-Сити. Я доверяла этому уроду. Я тебя понимаю. Правда. Меня саму тоже однажды так предали. Ты им отомстила? Не успела. Кое-кто другой оказался быстрее. А если бы успела, ты бы отомстила? Конечно. Без вариантов. Скоро все кончится. Ну что, вперед? Пизда ему. Она моя. От нас так просто не отделаешься. От нас так просто не отделаешься. Привет, бестия. А нам? Как ты там сказала? Научись сама решать свои проблемы. Правильно? Нэш мертв. Одна проблема решена. Ты довольна? А что с товаром? Нэш его уже не доставит. Но если вежливо попросишь, я, наверное, смогу помочь. Помочь? Не заплатили вперед, дорогая. Но спасибо за предложение. Я уж думала, не забыла ли ты о делах, пока играла в Вендетту. Сука. Ну как? Легче стало? Ну, немного. Поехали отсюда. Бестия, конечно, сжет Напалмом. Расчетливая, циничная сука. А раньше она была ласковая и понимающая? Да хера с два. Просто она забыла, как сама была на нашем месте. Надо бы ей про это напомнить. Привет, босс. Товар у меня. Эй, обижаешь. Давай встретимся. У мотеля Sunset. Я знаю, что ты не шутишь. Конечно, я приеду. Все, встречу я назначила. Добьем сделку и займемся Хельманом. Идет? С шестой улицы точно не будет проблем? Я не первый раз для них вожу. Всегда все было культурно. Они должны понимать, как вести дела. А что это за мотель Sunset? Проверенное место. Недалеко отсюда. Звучит неплохо. Они здесь. Говорить буду я. Что-то не так? Нет. В смысле, надеюсь, что нет. Привет, босс. Панам. Как там Нэш? Не могу до него дозвониться. На твоем месте я бы ему больше не звонила. Нет смысла. А ты, девочка, не промах. Уважаю. А это кто с тобой? Бонус? Мы работаем вместе. Ха. Да ты меняешь напарников, как перчатки. Держите. Товар первоклассный. Ага. Ну, порядок? Проверь счет по нам. Через пару минут он тебя приятно удивит. Спасибо, конечно. Но разве не бестия должна мне платить? Ты норм. Заслужила себе на чай. Поехали. Все нормально. Ну что, пойдем выпьем? Стилетов выкосили. С шестой улицы угодили. Хороший день для Панам, Палмер. День еще не кончился. Может, ты меня сейчас доведешь. Привет, Нуа. Привет. Что, новые дела или новые знакомые? А ты попробуй угадай. У тебя все в порядке? Эти суки больше не приходили? Стилеты? Нет. Пока все тихо. Они вернутся, конечно, но мы тут и не такое видали. Что принести? Два броза. Пока все. А что ты привезла для шестых? Что за груз-то? А ты не видела? Балаперидол. Лекарство для киберпсихов. Они их продают? Ну да. По своим каналам. Подпольным клиникам и рипперам. Ну? Значит, за твоего тортика? Спасибо за все, напарница. Еще одно, можно? Спасибо. На здоровье. Дай знать, если что будет нужно. Слушай, а ты хотела бы вернуться к Эльде-Кальде? Может, не сейчас, но когда-нибудь. Даже не знаю. С одной стороны, вне клана у меня никого нет. Я даже не знаю, как без него жить. А с другой? То я без своего клана. Кем бы я стала, если бы жила в Найт-Сити? Ты переезжай. Посмотри сама, кем можно стать в Найт-Сити. Только этот город по правилам не играет. Не знаю, стоит ли жертвовать ради него друзьями. Мичем? Скорпионом? Ну нет. Этот город рано или поздно сожрет тебя по нам. Да. Если у тебя сейчас и есть что-то общее с Эльде-Кальде, скоро ничего не останется. Ну, я об этом подумаю. А стилеты, получается, уже все? Да не переживай. Они как тараканы. Их не перетравишь. Но пока можно выдохнуть. Им надо прийти в себя, понять, что случилось. Ладно. Переключаемся на мои проблемы. Что насчет Хельмана? Я придумала план, но он пока черновой. Не надо еще подумать и кое-что подкорректировать. Потом обсудим подробности. Проще всего было бы снять номера тут. Недалеко и удобно. Возьмемся за работу около полуночи, чтобы поменьше светиться. Как тебе? Может, один номер? Хм. Но все равно в каждом по две кровати. Хоть сэкономим. Я не это имела в виду. Знаю. Ну, я рада, что мы познакомились, поэтому... Расслабься. Я тоже рада, что мы познакомились. Денек выдался не очень. Но мы справились. Завтра тоже справимся. Отлично сказано. Все окей? Угу. Да. Но мы возьмем одну комнату на двоих. Только на эту зочь. Пойду посплю немного. Пойду кай. Пойду кай. Продолжение следует... Доброй ночи.